Добрый день, дорогие друзья! КФУЛАЙФ продолжает свою работу. Меня зовут Роман Полинсков и сегодня у нас в гостях Институт физики. Продолжаем мы говорить о поступлении в этот институт и в частности сегодня мы поговорим о поступлении на кафедру медицинской физики Института физики. И с вашего позволения я представлю спикеров, которые сегодня ответят на ваши вопросы, а именно это у нас заведующий кафедрой медицинской физики Альберт Вартанович Аганов. Доброго дня! Доброго дня! И доцент кафедры медицинской физики Алья Владимировна Хальвулина. Здравствуйте! Владимир, вам тоже добрый день! Рады, что вы нашли время к нам прийти. Уважаемые битвариенты, напоминаю то, что по ходу прямой трансляции вы можете писать свои вопросы, самые интересные, самые острые, самые значимые. Мы обязательно зачитаем и попробуем на них ответить. Уважаемые друзья, коллеги, гости наши, у нас есть уже заготовленные вопросы, которые ранее битвариенты нам отправляли до нашего эфира. И прежде чем мы к ним приступим, давайте немножечко, небольшое такое вводное слово, что такое кафедра медицинская физика, что из себя представляет, коротенько, чтобы потом уже в рамках наших вопросов мы раскрыли детально все интересные моменты. Да, замечательно. Уважаемые коллеги, наши будущие битвариенты, и хотелось бы видеть вас в качестве студентов. Нужно сделать несколько общих комментариев, поскольку частности все есть на нашем сайте, и в деталях все прописано. Но, тем не менее, для битвариентов остается загадкой, а, собственно говоря, о чем-то речь, куда они должны поступать, и чем они заниматься, это мы слышим прямо в коридоре во время сдачи документов. Поэтому я хотел бы сразу пояснить, о чем речь идет. Есть такая область знания. Их называются науки о жизни. Ну, примерно 70% исследований во всем мире проводятся вот по этому направлению. Разумеется, в этой программе участвуют физики, химики, биологи, медики, экологи, еще ряд специальностей. Ну, а физики занимаются своей нишей, которую можно назвать физикой для, скажем, биологии, биомедицины и медицины. И, конечно, здесь место и для глубоких теоретиков, и для технологов, и, естественно, для практически всех методов исследования. И для, конкретно для медицины. Вот, Фоксона, цель или область деятельности нашей кафедры, и она идет по, так сказать, трем направлениям. Это научная веть по широкому кругу научных исследований. Второе, это образовательная деятельность с целью подготовки физиков для работы в этой достаточно сложной области. И обеспечение всех дисциплин физической направленности для Института фундаментальной медицины и биологии. И, естественно, за кафедры курирования научных исследований, которые идут в такой формулировке физические методы медико-биологических исследований. Это одна из фундаментальных программ Казанского университета. И вот кафедры курирования. Вот теперь студенты, идущие на первую ступень, бакалавриат, много вопросов задают. Вот даже название, которое мы для этой цели использовали, а мы использовали физика живых систем. Ну, казалось бы, самая простая вещь, но медицинская физика как таковая, она еще труднее для восприятия адбертирентов первого года обучения. Но когда мы говорим физика живых систем, мы четко даем понять, что область нашей деятельности – это вот живые системы, живые организмы и так далее. Ну, когда начинаешь пояснять, становится это немножечко понятно. Но все же образовательная эта программа предполагает только начальные знания медико-биологического характера. Это основы анатомии, гистологии, физиологии, визуализации или биофизические аспекты заболеваний и все. А так это нормальные физики, которые, кроме физики, еще разбираются уже вот в этих вопросах. А вот что касается следующей ступени, которая у нас медицинская физика-магистратура, то тут, конечно, доминирует наши специальные дисциплины. Перчень которых у нас есть на сайте. И это уже примерно 85% учебной программы. От следующей траектории у человека, поступившего на это направление, это, естественно, аспирантура. И с этого года это аспирантура и по биофизике, и по медицинской физике. Два паспорта специальности утверждены. Аспирантура с этого года открывается. Поэтому молодой человек, девушка, которая пожелала специализироваться по этому направлению, от нас может уйти готовым специалистом до уровня доктора наук. Есть уже пример. У нас по биофизике защитились два молодых человека. Им 32 и 34 года. Это доктора наук. Один из них сегодня утром делал здесь доклад. Это вот наша научно-образовательная деятельность. Теперь очень важно сказать, что мы в силу необходимости обеспечить научными кадрами и технологическими кадрами наш регион вынуждены или ориентироваться на широкий набор специальности, потому что мы должны их потом отдать в соответствующие образы отрасли. Ну, естественно, вузы, академия наук, системы здравоохранения и тому подобное. И поэтому мы наш образовательный процесс плотно завязали на научный процесс. И уже с третьего курса бакалавриата студенты получают тематику своих исследований, которые, кстати, они могут поменять в конце бакалавриата и в магистратуру уже попросить другую тематику. А приезжим мы даем право выбора в соответствии с тем, чем они собираются заниматься, когда они вернутся к себе домой или в свой регион. То есть широкий выбор, поэтому у нас группа направлений, примерно 6 направлений. В их числе, конечно, нейробиофизика есть, и лазерные технологии, лазерные материалы для медицины, ядерная медицина. И, конечно, все методы магнитного резонанса. И такая сегодня перспективная область конструирования систем доставки, адресной доставки лекарственных препаратов. То есть на все случаи жизни, примерно 6 направлений, мы здесь себя осваиваем, и они могут спокойно работать. Поэтому кафедра, естественно, такая, достаточно большая. Одних преподавателей у нас 30 человек, 9 докторов наук. Достаточно молодая кафедра. И мы придерживаемся принципа распределенной работы. То есть мы используем потенциал, научный потенциал и образовательный потенциал, и техническую базу всего института, нашего института фундаментальной медицины, и базовых лабораторий города Казани и Академии наук. И включая систему здравоохранения, у нас есть базы в онкоцентре, есть в седьмой клинике и других местах. Мы вынуждены так делать, потому что это очень дорогая специальность, и мы не можем создавать для небольшой группы обучающиеся такие экспериментальные условия. Ну и, собственно говоря, мы людей не можем столько найти у себя и загрузить. Поэтому вот примерно 30 человек своих, 3 доктора наук из медицины, и из наших еще десяток человек примерно мы привлекаем из Академии наук в качестве руководителя научных проектов. Вот примерно общий канва нашей деятельности. Структура поступления. Бакалавриат, конечно, большей частью это Казань или Республика Татарстан, а вот в Бакалавриате, в магистратуре у нас картина иная. У нас примерно одна треть это представляет Казань, а две трети это регионы нашей страны, начиная от Дальнего Востока и заканчивая Ленинградом. Туда же и уезжают наши собственные выпускники продолжать работу, учиться в аспирантуре в Москву, в Питер. То есть мы достаточно демократично смотрим на эти вещи и человеку предоставляем возможность вот такого выбора. Вот, наверное, я в общих чертах сказал, Алия Владимировна, я, может быть, что-то пропустил. Вы недавно только вернулись в международную конференцию как раз по медицинской физике из Якутии. У вас было больше возможностей общаться с этой аудиторией. Ну, хотелось бы отметить, что часть студентов после окончания магистратуры по направлению медицинская физика, они хорошо устраиваются в онкологические центры, их там ждут. Вот буквально в этом выпуске два студента, выпускники, они устроились в качестве медицинских физиков в онкологический центр. Кроме этого, хотелось бы отметить, что часть студентов, которые обучаются в магистратуре, это студенты-иностранцы, они приезжают по госпрограмме по каким-то определенным направлениям, например, лазерной технологии, либо изучать томографию, томографические методы исследования. Ну, вот это хотела бы добавить. Что же, спасибо за вводное слово. Давайте теперь пройдемся по вопросам, которые нам отправляли абитуриенты до эфира. Напоминаю, что во время самого прямого эфира вы также можете задавать свои вопросы. С какими экзаменами можно поступить на это направление медицинская физика? Ну, здесь нас сразу предупредили, сказали, что по поводу экзаменов лучше обращаться в приемную комиссию, потому что там четкие регламенты, они меняются, эти баллы. То есть мы не можем ответить на этот вопрос лучше в комиссию. Вопрос для абитуриентов. Вот мы принимаем институт физики в Казанском университете. Вот абитуриент сегодня может подавать на целую группу специальностей, а потом начинать думать, а где он может успешно пройти. На отделении физики профиль медицинская физика отдельно не выделен. То есть мы принимаем на отделение физики. И дальше мы где-то на первом, в конце первого года обучения начинается такая плотная работа с абитуриентами, ориентирующих на то или иное направление подготовки. Потому что по отделению физики у нас три крупных направления. Это и теоретическая физика, и физика материалов, и физика живых систем. И они постепенно, к концу первого года обучения, уже примерно знают, где бы они хотели учиться. На втором курсе появляются дисциплины, которые они уже должны выбрать для того, чтобы ориентироваться, условно скажем, на физику живых систем. А к концу второго года обучения они чётко определяются и пишут заявление. «Хочу специализироваться по кафедру медицинской физики». И тут же он получает тему исследований. И вот тогда он уже идёт отдельно по кафедру общей физики, по кафедру медицинской физики. Вот такая процедура. Что касается медицинской физики в магистратуре, там немножечко не так. Там магистратура медицинской физики выделена отдельно, так же, как другие физические магистратуры, физические. Но экзамены приблизительно одного и того же уровня, учитывая, что приезжие практически не имеют предварительной подготовки в области физики живых систем, ну как правило у приезжих этих программ нет, то они просто сдают на общих правах магистратуру физика. И мы в ходе собеседования дополнительных вопросов выясняем, кто уже твердо ориентирован на медицинскую физику, кто еще колеблется, и потом даем рекомендации, что он может, допустим, при, скажем, ограниченности мест идти на другое отделение, но получить тематику биомедицинскую, тем более, что почти 2-3 кавер занимается медицинской физикой. Но прием, в принципе, раздельный, но общий план приема, он на физической отделении 1, было 35 мест, в этом году, по-моему, 45 мест добавили. И мы по уровню ответов определяем, ну сколько в этом году будет медфизиков, сколько будет физиков и так далее. Ну потому как уровень подготовки от года в год разный, иногда бывает огромный наплыв медфизиков, и тогда физики уступают места медфизикам. Иногда у физиков бывает очень сильный контингент, мы говорим, ну тогда давайте немножечко возьмите от медфизиков. Но в среднем мы каждый год берем в сумме 15-16, ну 17 человек с иностранцами, то это вполне нормально, потому что это нормативная численность академической группы. Ведь еще приходят по гослинии и российские, из дальнего и ближнего зарубежья. Там бывают достаточно сильные студенты. Но они идут в общем потоке, иногда бывает, 19 человек бывает. Вот поэтому, а что касается отдельных послуг, они каждый раз меняются, и лучше информацию получить в приемной комиссии. Нас об этом предупредили, я сам много лет был председателем экзаменационной комиссии, приемной комиссии. Там появляются нюансы, которые мы можем не знать. Буквально неделю назад вновь ввели поправку к правилам приема, ну в связи с той ситуацией, в которой наше образовательное пространство оказалось. Поэтому мы вас не хотим вводить в заблуждение, там все получите, и все претензии вы уже предъявляете там. Мы туда передаем готовые списки с оценкой ваших знаний. Вот на этом наша функция заканчивается. И, конечно, даем постоянный комментарий по телефону, отвечаем на все вопросы. Я знаю, что в институте физики сейчас 6 человек, 6 человек поручено отвечать на все звонки, кроме как это делает наша приемная комиссия. Но это уже по частным вопросам, касающим отдельных направлений подготовки. Вот, наверное, так лучше ответить на этот вопрос. Что ж, спасибо. Идем тогда дальше. Нужно ли сдавать вступительные испытания? Ну, балкавариат, вы сдаете документы по ЕГЭ. Другого пока ничего не предусмотрено. Если кто-то по какой-то причине не получил данные по ЕГЭ, ну это вопрос решается индивидуальной приемной комиссии. Но до сих пор таковых не было. Все правила приема единые. Мы сдаем единый государственный экзамен. Другого контингента я, во всяком случае, не помню, что был какой-то контингент. Есть специальный день для тех, у которых нет ЕГЭ. И этот день назначается приемной комиссией, и он известен. Потому что мы как-то, вот, кафедра к приему отношения прямого не имеют. Мы выделяем людей для работы в приемной комиссии, но от самой процедуры приема мы отдалены. Хорошо, расскажите тогда, пожалуйста, кому нужна магистратура? Какие люди могут пойти на магистратуру к вам на кафедру? На этот счет я вам отвечаю так, как отвечаю я нашим бакалаврам, которые не очень жаждут продолжать обучение. Отличие наших бакалавров от западных заключается в том, что в западных университетах бакалавр – это вроде как немножечко обо всем и конкретно ни о чем. Ну, мы получаем же выписку из… у каждой студент, приезжающей иностранец, дает выписку учебного плана. И понятно, что они, ну, примерно наполовину не соответствуют нашим образовательным программам. Наши бакалавры, в принципе, могут уже работать. Но есть тонкая деталь. С этого года очень активно вьется работа, согласно которой будут введены паспорта специальностей, то есть профессиональные стандарты. То есть, кто имеет право, где работать. Так вот, согласно этому документу, он сейчас находится на утверждении, Госкомтруд разослал вузам на корректировку. Практически в области здравоохранения и во всем, что связано с медициной, могут работать только выпускники специалитета под названием медицинская физика и выпускники магистратуры медицинской физики. Это лазерные центры, ну, скажем так, это вся ядерная медицина и все, что к ней примыкает, и все, что касается высоких энергий, лазерных технологий и все прочее. Это все теперь вводят в рамки стандарта. Но есть другая вещь. Если человек хочет работать в системе госорганов и управленческих органах разного уровня, в том числе Министерства здравоохранения, то занятие должности, какой-либо руководящей должности ограничено. Это уже в прошлом году ввели. То есть ты можешь хорошо зарабатывать, прекрасно устроиться, но будешь выполнять такую исполнительскую, каждодневную работу, протокол терапии, план обследования и так далее. Но не более того. Поэтому всем, которые поступают в балковряд, я всем говорю, всегда в голове держите траекторию обучения до конца. В конечном счете вы только будете от этого выигрывать. Ну и проблема поступления в аспирантуру, из бакалаврата вы в аспирантуру сегодня уже не попадете. Поэтому каждый решает для себя сам. Пока работы на всех хватает, получают достаточно приличную зарплату все. Очень много частных компаний при государственных клиниках. Объем работы огромный. Поток больных не прекращается. Их даже заниматься серьезной наукой некогда. Пока потребность очень высокая. Весьма вероятно, она будет расти повсеместно. Потому что эти центры сейчас множатся повсеместно. И заявки поступают постоянно. Это вот по части необходимости обучения магистратурой. Что ж, спасибо. Идем дальше. У нас парочка вопросов еще осталось. Есть ли практика у студентов и где они ее проходят? Практика осуществляется у студентов-магистрантов в первую очередь. Расскажем об этом. У них разные практики. Практики, примыкаемые к дисциплинам каким-то. Читаются лекции у нас в университете. А сами практики могут проходить, во-первых, в институте физики за нашим оборудованием. А во-вторых, в онкоцентре. То есть вот два ключевых момента. То есть наше оборудование это ЕМР, ЭПР, это лазеры и так далее. Плюс практикум специализированный. Специализированный практикум это наш практикум. Там оборудование у нас по ультразвуку и по рентгену. Кроме всего прочего, для студентов, которые приехали из других регионов и не проходили, скажем, не имели опыта по атомной физике, в общем, они не проходили практикум, мы им предоставляем такую возможность. Потому что наши студенты-бакалавры имеют возможность пройти практикум по ядерной, по атомной физике. Вот. Это что касается практик по дисциплинам. В рамках магистратуры есть практики научно-исследовательские. Они покрывают весь двухгодичный период обучения. То есть студенты имеют возможность работать со своими научными руководителями в коллективе, скажем, по тем темам и с тем оборудованием, которое относится к этой теме. Ну, фактически, выбрав научный руководитель и тему, он уже выбирает и место своей основной практики, где он будет выполнять квалификационную работу. И это, естественно, в первую очередь, конечно, система Академии наук, где дают хорошие научные тематики. И они потом, кстати, забирают к себе на работу. С удовольствием забирают. Это, естественно, наши собственные научно-исследовательские лаборатории, коих достаточно много. Ну, например, в Институте фундаментальной медицины, там занимается нейробиофизикой, лаборатория нейробиологии. Там уже шестеро наших выпускников работают. И они уже каждый год берут на практику и уже идет воспроизводство. То есть, что так же онкоцентр берет на практику и он у себя их уже оставляет. То есть, эта практика, она имеет бойной смысл. Выполнить квалификационную работу в хороших условиях, защититься. Это весьма приветствуется. И мест, конечно, достаточно много. Это тут вот Казань город большой. И всегда можно пристроить наших студентов. Тем более, есть официальные договора с Казанским научным центром. Есть договора с Медицинским университетом. И тут сегодня все на договорной основе. Поэтому им нужно только написать заявление и сориентироваться. Все сейчас довольно строго, потому что принимающая сторона берет на себя всю ответственность за студента, пришедшего. Ну, это накладывает обязательства особые на них. И преимущество здесь получается так. Вот у них свой интерес заполучить хорошего специалиста на будущее. Ну, и заодно, так сказать, принять прямое участие в нашем образовательном процессе с точки зрения науки. Поэтому с этим никаких проблем нет. Мы посылаем и в Дубну, объединенный институт ядерных исследований, тех, которые специализируются по таким вот ядерно-физическим методам биологии и медицины. Ну, немного, штучно, один-два человека в год едут туда на эту научную производственную практику. Вот так мы выходим и так мы решаем этот вопрос. Хорошо. По поводу пристроить продолжим эту тему. Но слово пристроить немножко грубовато и более жаргонное. Вопрос звучит следующим образом. Помогает ли кафедра с трудоустройством? Помогает. То есть, практика прошла вот дальше. Вы знаете, я вас понимаю, может быть, я так пристроить, может быть, немножечко так сказал, не академически, но та вольница, которая была раньше, она сегодня завершилась. То есть, организации, куда мы отправляем студентов, а, прежде всего, должна иметь официальный договор с Казанским университетом. А в договоре прописывается и ее обязательство. Это достаточно... Раньше этого не было. Ну, дали, дали, взяли, взяли. Никто ни за что не отвечал. Поэтому, да, мы это благоустраиваем. Но и на работу у меня масса обращений. Ну, количество обращений, к большому сожалению, не соответствует количеству выпускников. Ну, и не все обращения мы можем удовлетворить, потому что я всегда спрашиваю, а какую оплату труда вы можете поставить? Ну, я же знаю, на какую зарплату наши выпускники пойдут, прииме такой большой выбор. Ну, это вопрос согласительный. Обычно уже к середине, ну, магистратуры, скажем так, во втором семействе магистратуры, там вопросов уже нет. Они вообще все имеют рабочие места. Я скажу больше того. В алкавриате уже почти три четверти имеют рабочие места. То есть это, ну, как-то сказать, вроде формально мы должны заниматься трудоустройством, но де-факто этим не надо заниматься. Они очень хорошо ориентируются в этой среде и уже имеют, так сказать, места для работы. И, на мой взгляд, никто не жалуется. Ни на зарплату не жалуется, ни на условия труда не жалуется. Ну, возьмите, во всех наших диагностических центрах выпускники работают. Ну, они хорошо устроились они, замечательно. Даже они сами себя пристроили, не столько мы, сколько они. Они же практику проходят в клинике, и они имеют возможность напрямую связываться с теми людьми, которые... То есть, если, например, вот еще в прошлом году и позапрошлом году ко мне обращались, пожалуйста, посоветуйте кого-нибудь, может, кто-то хочет идти в клинику работать медицинским физиком. То вот в этом году они самостоятельно справились, они, проходя практику, уже поинтересовались, можно ли после окончания магистратуры устроиться на работу. Их двоих... Ну, приезжих, приезжих. Да. Мы ориентируем. Я задаю первый вопрос. Ты собираешься вернуться домой? И чем ты собираешься заниматься? Потому что тебе надо кормить семью, кормить самого себя и иметь гарантированное рабочее место. Скажи, пожалуйста, вот где сфера вашей деятельности, и мы вам определим руководителя. Вот такой диалог в первую неделю, когда студенты пришли первого года в магистры. В том году их было 9 человек, и каждому мы нашли тему, которая будет в перспективе хорошо его определять перспективу на том месте, куда он вернется. Так же с иностранцами поступаем. У нас каждый год они поступают. Но они довольно узкий спектр запросов у иностранцев. Это томографии и лазерные технологии. Ну, понятно, потому как они существуют практически в любом городе, в любом государстве. А вот нейробиофизика, она не везде есть, только в крупных центрах. Но, тем не менее, специально на нее приехали из Кубани, из Сибири захотели специализироваться. Но первый вопрос, как будешь трудоустраиваться по окончании. И тогда мы корректируем вот эту их квалификационную работу, производственную практику. И потом они спокойненько, так сказать, у себя там трудоустраиваются. По нашему, по отзывам, которые мы получили, все работают по специальности. Из Узбекистана есть, из Таджикистана есть, из Сирии, из Ирака. Иран. А? Иран есть. И, конечно, Якутия. Они все работают, вот закончили и работают в медицинских центрах. Это было немножко для меня удивительным. Но, тем не менее, значит, мы как-то общую политику ведем правильную. Что ж, хорошо, у нас остался один вопрос. Уже практически на него отвечали. Но ротация эфира у нас все-таки есть. И предлагаю еще раз на него ответить. Звучит он следующим образом. Где могут работать выпускники этого направления? Ну, наверное, я несу за это ответственность. Наибольшая потребность или запросы – это система Академии наук. Это у них, у тех, кто распределяется, первые приоритеты. Ну, и немножечко вузы. Потому что вузы, которые к нам присылают, они же себе их трустают. Второе – это система здравоохранения. Это частные и государственные. Вот по уровню примерно 30-40% оседает и продолжает работать в системе здравоохранения. Это клиники разного направления. А, как известно, в каждой крупной клинике есть КТ, рентген, МРТ, там и все прочее есть. То есть, преимущественно там, потому что они уже там, так сказать, оседают заблаговременно. Это вот в руководящие органы, так сказать, особо-то у нас народ не рвется. А вот в эти две сферы заполняют достаточно плотно. То есть, строго по своей специальности. А вот когда они идут дальше в аспирантуру, это другой уровень. Вот у нас Костич Усачёв, который сегодня сделал, он уже руководитель большого коллектива в Академии наук. Хотя ему ещё 35 лет. Он уже набирает из наших будущих выпускников себе будущих работников. Зуев в Академии наук. Он уже просто, у него агенты у нас на кафедре работают, он всё время, дайте, 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 дайте. Это вот тоже в биологическом институте. То есть, они уже, так сказать, у меня заявки уже лизат, и весь вопрос только в том, ну, как-то так обеспечить их. Поэтому вот это два крупных блока. Но я должен сказать одну вещь, уважаемые абитуриенты. Вот, видимо, подготовка их такая универсальная и достаточно высокая. Ну, скажем так, информационными, компьютерными технологиями, работа с программным продуктом, программирование. Это все выпускники владеют блестяще. Вот у нас есть крупная компания компьютерная, зам генерального директора, мой бывший аспирант, он уже зам генерального директора. Вторая барышня предпочла работать там же, начальником отдела, не проехала в Германию на продолжение научной деятельности. То есть, есть выпускники, которые работают в Южной Корее. Ну, ну, что я могу понять? Они, вот, компьютерные вопросы, программирование, программный продукт, моделирование, иностранный язык. Это, так сказать, некий обязательный элемент всех выпускников магистратуры. А поэтому они легко трудоустраиваются. Ну, меняет немножечко свое направление деятельности и благоустраивается. Что ж, большое спасибо за подробный рассказ о деятельности в вашей кафедре, о том, как вы помогаете студентам трудоустроиться и как они занимаются на практике. Большое спасибо, что нашли время к нам прийти. Надеемся, еще увидимся, и абитуриенты вас просто засыпят вопросами своими, и будем на них долго и упорно отвечать. Большое спасибо, что пришли. Мы отслеживаем эту ситуацию. На приемной кампании три человека с нашей кафедры, они достаточно подготовлены, они на все вопросы знают ответы. Так что они вам помогут. И они, там будет их телефона означенный, мы им подарили симки, и они будут отвечать на все вопросы, ну, на которые вас сейчас, ну, как-то не смогли сориентироваться сразу в ходе передачи. Вам удачи всем желаю. Что ж, большое спасибо вам тоже, успехов, удачи, хорошей приемной кампании. Это был КФУ Лайф, в гостях был институт физики, а именно кафедра медицинской физики. Еще увидимся, до новых встреч, пока КФУ Лайф продолжает свою работу. Счастливо! Продолжение следует...